Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос от Натальи. И, наконец, вопрос действительно библейский. Как можно понять безначальность Бога? Откуда Бог? Или человеческим сознанием этого невозможно достигнуть? Как был выбран момент от вечности, когда возник мир первой люди? Заранее спасибо. Заранее, пожалуйста, попытаюсь поговорить о несказуемом, дать ответы на вопросы, у которых не могут быть ответов в земной плоскости бытия, во времени и в пространстве. Повторюсь, как понять безначальность Бога? Просто и сложно. Мы живем в временно-пространственной системе координат, где есть прошлое, настоящее будущее. Но время тоже созданная категория. Создана тем, кто живет вне времени. И у нас нет аналогов, разве что у физиков, которые занимаются изучением квантовой механики, квантового мира, кварков, атомов. Тех условий земного бытия, в которых время может течь вспять. Тех условий, при которых одно и то же явление может быть и волной, и частицей. В тех условиях, когда время расширяется или суживается. Да, даже в земном мире не все так постоянно и статично, как нам может показаться. Чем ты глубже уходишь в изучение макромира и микромира, тем слабее действуют привычные для нас с вами законы. И безначальность Бога говорит только о том, что у него не было начала. Он был всегда. Как понять? Только так. Был всегда. Не было начала безначальному Богу. В это можно только поверить. Вообще, если мы мыслим высшее существо, независимое ни от кого, то, естественно, оно не может быть зависима ни от времени, ни от пространства, ни иметь начала, ни иметь конца. И это звучит логично. Откуда Бог? Спрашивает Наталья. Мы тоже не можем дать ответа на этот вопрос. Он был всегда. И ниоткуда, и никуда. Мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли, говорит Бог. Сложно творению познать Творца. Сложно ручки осмыслить Создателя. Как был выбран момент от вечности, когда возник мир, первые люди? Вот тоже момент в вечности. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что в нем уже заключается ошибка, ибо в вечности нет момента. Постоянно всегда, постоянно сейчас. Нет начала, нет конца. Нельзя на линейке найти эту точку, координат. Мы знаем, что великие умы человечества могут проследить уже практически первые минуты существования материи после Большого Взрыва. Но откуда он появился, кто дал ему толчок, никто не может сказать. И говорят обо всем угодно. Мы все изучили, мы знаем всю Вселенную. Мы вам про эту теорию уже расскажем не как про теорию, а как про самое настоящее доказанное явление. Вот, смотрите, первые секунды, первые минуты, первые часы, первые миллиарды лет. А вот сам взрыв-то кто взорвал? Что взорвал? Откуда в небытии появилось бытие? Тут мы не знаем, тут мы молчим. Но давайте об этом не говорить, потому что это уже как-то слишком близко к религии. Мы ученые, понимаете, мы только на доказательствах. Основываем нашу веру. Потому что каким бы ты ни был ученым, все равно в что-то тебе придется поверить. Со временем ты можешь доказать в то, во что поверил. Но хотя бы без веры в то, что Ньютон или Паскаль, Ньютон не ошибались, должно быть в твоем сердце. Так что сказать, как был выбран момент, почему был выбран этот момент, мы не можем. Мы знаем только наверняка, что когда Бог творил мир, Он знал, что надо будет стать частью этого мира, воплотиться, воплотиться, вочеловечиться и перенести великую жертву. «И гряди Господи Иисусе», — говорит апостол Иоанн, заканчивая свою книгу «Апокалипсис». И когда мы сами перейдем в жизнь вечную, будем жить в этом ином модусе бытия, когда все преобразится, и мы, и Земля, и Вселенная, и все галактики, тогда мы что-то сможем понять. А сейчас на человеческом, понятийном, образном языке нет тех слов, которыми можно было бы определить жизнь будущего века, жизнь несказуемую, жизнь духовную. Помрем, все узнаем. Пусть Господь даст нам силы жить так, чтобы достичь жизни с Ним. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok